Давайте посмотрим на механизмы по реализации тех прав человека, о которых мы сегодня говорили. Поэтому несколько механизмов в организации объединенных наций есть, которые функционируют и помогают защищать права экономически, социально и культурно. Вы знаете, некоторые о них и говорили в соответствующие документы комитета, включая комитет по экономическим и социальным правам, комитете по снижению дискриминации в отношении женщин, они отслеживают соответствующие права применения. И то, что мы также работаем в области, которая помогает в взаимодействии, обеспечивает. И мы все не будем сегодня говорить о всех механизмах на международном линии, но мы будем говорить о том, что не представляет. Поэтому индивидуальные жалобы, они говорят о более абстрактном норме организации объединенных наций, и это дает практический эффект. То есть, собственно говоря, вот то, что происходит тогда, когда индивидуальные или члены общества, когда они сталкиваются над нарушением их прав, они могут пожаловаться в соответствующий комитет и на ту организацию, о которой идет речь, и потом будет произведена проверка этого нарушения, этой жалобы. И мой коллега говорил уже о том, что есть специальные протоколы, согласно которых вы должны рассматривать, по сравнению с протоколами индивидуальные жалобы, и есть очень много ситуаций. Среди всех этих механизмов подачи жалоб, самые такие жизненные, это те самые, которые касаются нарушения прав человека в области социально-экономических и культурных рам, это те, которые обеспечивают защитные меры, общую защиту основных прав. И это есть очень большое продвижение в этой области, потому что спустя несколько десятилетий, спустя того, каким образом эти механизмы начали применяться, у нас есть специальные протоколы по этой реализации. То есть есть большое количество, большой надежды есть со стороны международного сообщества, потому что это очень сильно поможет, и будет лучшее право применения, особенно в области применения социально-экономических и культурных правил. Но, однако, в 2013 году только было, оно было введено в силу, и, соответственно, у нас было 45 подписантов и 20 участников. Плюс, и если вы собираетесь стать, например, международным юристом, международным адвокатом, то вам нужно сфокусироваться на каком-то конкретном случае. Вам нет необходимости всегда смотреть на те документы, которые имеют специальные юридические функции. Вы также можете посмотреть на периодические обзоры, которые смотрят на соблюдение права в отдельных государствах. И вы можете посмотреть на теневые отчеты, посмотреть на отчеты правительства. Может быть, вы будете работать в правительстве и можете смотреть таким образом, каким образом ваша государство будет лучше выполнять свои обязательства. Либо вы можете предоставить информацию универсальному периодическому отчету в Совет по правам человека. То есть, есть совершенно различные пути и способы, которые на международном уровне. Вы можете подумать о юридическом применении и правоприменительной практике. И на региональном уровне у вас есть примерно такая же система. У вас есть договорные отношения, как, например, Европейская конвенция по правам человека. И, соответственно, есть у вас комитеты и советы, которые работают с этими договорами. То есть, вот лист, список, вернее, всех, которые здесь на слайде перечислены. Они предоставляют все вот эти комитеты и комиссии все различные возможности, особенно в странах Африки, в обеих Америках и в Европе. Мы не будем, ввиду недостатка времени, подробно говорить об этом, но мы можем поговорить об этом во время дискурсии. Далее также имеется то, что можно называть очень-очень важным аспектом механизма обеспечения. Мы помним, что нарушение прав человека имеет место на национальном уровне. Соответственно, те или другие площадки защиты на национальном уровне являются первой линией обороны через суды, через те или другие трибуналы, конституционные суды рассматривают эти вопросы, гражданские, уголовные суды, специализированные трибуналы, такие как административные суды по делам детей и несовершеннолетних, по разным странам, по-разному обычно. Вопросы и права экономические, социально-культурные, национальных законодательств, в конституции иногда не имеют какого-то эффекта, тогда не дают инструментов, тогда уже адвокаты ищут те или другие существующие инструменты для того, чтобы использовать их для защиты экономических, социальных, культурных прав. Об этом мы, конечно же, говорим. Как это работает? Это важно. Очень часто национальные суды рассматривают на существующую судебную практику международную, на те или другие решения, те или других комитетов. на решения международных судов рассматривают. И если это... И бывают разные системы, односторонние или двухсторонние, есть системы, в которых международные судебные решения становятся обязательными, и имеют роль прецедента. И, соответственно, можно требовать, чтобы государство следовало тем принципам судебного решения. Я знаю то, что вовсе изучаете юриспуденцию, мы говорили о правах, но перед тем, как мы приступим к рассмотрению примера в судебной практике, можно посмотреть о правах. Есть понятие нормативные права, есть права, которые получены в результате... обеспечены в результате терапевтных соглашений. Так вот, понимание природы обязательств, что важно, если вы думаете о правах в применительной практике, судебной практике, тогда необходимо обратить внимание на соответствующие общие комментарии Комитета по экономическому социально-культурному праву. Общие комментарии 3 говорят об важности национального приложения, комментарий 9 говорит о реализации соответствующего пакта на территории. Соответствующие страны, Лимбург, пружеские принципы говорят о состоянии применения, а мастерские правила говорят о том, что является нарушением. Нарушение экономических и социальных и культурных прав имеет место... Вот когда мы говорим об обязательствах, необходимо рассматривать их с точки зрения уважения, защиты и удовлетворения. Мы знаем, что есть три такие разбивки. Необходимо достаточно аккуратно к этому подходить, потому что когда мы говорим о судебной практике на международном, национальном и местном уровне, необходимо помнить о том, что там идет пересечение всех этих обязательств. Уважать это означает, что государство не должно препятствовать реализации права человека. Защита – это обязательства по защите, это обеспечение того, чтобы третьи стороны, не являющие представителем государства, не нарушали, либо не вмешивались в реализацию людьми прав человека. В то время как удовлетворение – это позитивные шаги для реализации. Соответственно, обязательство уважать, означает, что страна, государство не должно ограничивать то ли другое сообщество, доступ, например, к тем или другим институтам здравоохранения, защищать, например, какая-то межнациональная корпорация создает некое среда, в которой выбрасываются отходы в воду и в воздух. Соответственно, государство обязано сделать что-либо, чтобы не допустить этого. А удовлетворить – это означает, что в данном случае государство не только не вмешиваться, должно предпринимать или другие шаги для того, чтобы конкретные права были реализуемы, предоставляя чистую воду, детские сады и так далее. Вместо того, чтобы углубляться в эти важные аспекты обязательств государства, необходимо также говорить, что государству не обязаны все свои обязательства по экономическим, специальным, культурным правам реализовать с одного раза. Необходимо помнить то, что государство может не быть на какой-то конкретный момент ресурсов или соответствующих финансовых и юридических или человеческих ресурсов. Соответственно, государство имеет это основание. Мы, к сожалению, не можем удовлетворить соответствующие права XYZ, потому что на данном моменте у нас нет бюджета для этого. Очень важно, чтобы предпринимались последовательные шаги, но имеются базовые и минимальный набор прав, которые должны удовлетворяться по международному праву вне зависимости от ограничения по ресурсам, которые имеются. Например, не дискриминация. Это один из аспектов. Вам необходимо предоставить минимальный доступ к минимальному базовому набору продуктов питания и так далее и тому подобное. Ну и далее мы посмотрим на тренды на международной правовой арене, которые говорят о развитии принятия, о трендах принятия судебных решений по вопросам экономически-социальным и культурным правам в разных странах. Давайте я вам вкратце предоставлю исторический обзор. Траектория судебных решений по экономически-социальным и культурным правам очень важна, почему-то за большую часть 20 века периодически встречались подобные решения судебные. Например, права на социальные блага. Они спаривались в суде, они по их поводу выводились, принимают судебные решения. Однако необходимо отметить то, что особенно в последние два десятилетия значительное развитие начало происходить. Мы отмечаем, например, со стороны международных организаций, таких как Всемирная организация по труду или в таких аюрзициях, как Германия и Аргентин, мы сейчас видим порядка 200 тысяч международных конституциональных решений, касающихся в конституциях по образцам экономически-социальных и культурных правах в 2008 году. Соответствующее решение было по исследованию по этим аспектам в Бразилии, более двух тысяч подобных решений. И подобное же имеет место в большом количестве стран во всем мире, в разных судебных системах. Говоря о практике судебных решений внутри страны, тут, конечно, образцами являются Индия и Южная Африка за очень четкий, привлекательный подход к обеспечению соблюдения экономически-социальных и культурных прав. Что достаточно интересно, то что не только в этих странах, но и в многих других странах, юристы рассматривали гражданские и политические права, интерпретировать как включающие в том же числе экономически-социально-культурные права, например, в Индии. В нашей конституции экономически-социально-культурные права являются направляющими принципами. Но если рассматривать политические права, тогда если интерпретировать вас в аспекты, как право на уважение и достоинство человека, и рассматривать это в разрезе направлено жилье и так далее, тогда если вы юрист, адвокат, международник, работающий в сфере прав человека, то, соответственно, этот вопрос стоит там, как использовать инструменты юридическими для того, чтобы обеспечить соблюдение экономически-социально-культурных прав человека. Ну и также мы отмечаем сейчас распространение небольшого количества случаев, судебных случаев в Латинской Америке, Южной Азии, в меньшей степени в Европе, в Северной Америке, в Филиппинах и некоторых африканских странах. И также, учитывая тренды на международном уровне, необходимо помнить, что международные измерения судебные решения на международном уровне по вопросам про соблюдение прав экономических, социально-культурных, о них тоже не следует забывать. Достаточно большое количество решений различными комитетами, региональными институтами, которые влияли на интерпретацию соответствующих прав в тех и других странах и продвижение уважения этих прав. Например, решение Европейского комитета по социальным правам, вопрос эксплуатации труда детей очень значительно повлияло на то, как это на практике реализуется в Португалии. Или, взять пример, в Нигерии африканская комиссия по правам человека и народов приняла определенное решение по обязательной шаге, обязательные для африканских стран вопросы культурных аспектов. Необходимо признать, юридический документ был принят, а многие из них не реализуются, но так или иначе задал определенный стандарт для его реализации, как минимум, в Нигерии международный суд, в том числе выносил решения по экономическим социальным и культурным правам. Например, утвердили то, что нарушение государством Израилем, соответствующей конвенции, и конвенции о правах ребенка посредством возведения соответствующих разделяющих стен. И, например, правовой механизм организаций объединенных наций, а также региональные ассоциации и договоренности. Это инструменты, например, не государственные организации все чаще начинают обращать внимание на те или другие инвестиционные ресурсы, инвестиционные решения, поскольку может, с одной стороны, беспокойно, с другой стороны, это возможность оценки, насколько те или другие проекты будут оказывать на жизнь людей, в том числе на проекты, которые финансируются Всемирным банком. Так что, возможно, об этом просто меньше известно, но подобные шаги, анализ, они имеют влияние, влияние на путь, на реализацию прав, на шелье, на сохранение окружающей среды и так далее. Все, о чем необходимо, необходимо помнить. Это не означает, что юридический механизм обеспечения и соблюдения соответствующих прав великолепно работает. Нет, иногда требуют изменения, но не всегда. Также необходимо отменить, что большое количество стран все еще не утвердили возможность добиваться судебным и законодательным путем реализации прав на экономическо-социально-культурные права. Тем не менее, а в другое дело, что в странах, в которых это утверждено, имеются определенные сомнения по поводу того, что так или иначе это будет восприниматься как важный инструмент. Соответственно, вот эти факты, аспекты, которых необходимо помнить о нормативном, о механизмах, нормативном механизме обеспечения и соблюдения и указанных прав. Так вот, говоря, общий комментарий номер 9, соответствующий конвенции, призывает государство-участники реализовывать указанные аспекты. Особенно призывается в Великобритании, Канаде и Китае, которые в ходе своих периодических обзоров показали, что указан, особенно, было показано, что вот эти права должны вводиться в сферу возможности рассмотрения в судах. Также есть определенные аспекты, которые касаются не только внутренней судебной практики и международной судебной практики, а важное достижение и вопрос рассмотрения в суде. Например, когда речь идет о пактах, вы можете прочитать там указанные права, но когда вы, в жизни оказываетесь, вы же пытаетесь добиться реализации указанных прав через вашу судебную систему, так далее, что первый, один из первых аргументов, который услышится, это то, что эти права по большому счету, они политически в своей природе их-то принимают решения, о них должны законодатели, люди, то есть у судей у нас нету компетенции принимать решения по этим вопросам. Так вот, такое отношение является серьезным барьером для того, чтобы легализовать указанные права, соблюдение указанных прав в рамках судебной системы в тех и других странах. однако, тут необходимо отмечать то, что национальные законодатели, которые так или иначе вводят эти аспекты, они находят способы реализации, международные институты, можно сказать, начинают влиять на дискуссии, которые ведется в той или другой стране относительно возможности обеспечения экономически-социально-культурных прав внутри судебной системы или другой страны. Это важное достижение в тех и других странах. Один из аспектов это нормативный контент экономически-социально-культурных прав, то есть право на здоровье, право на убежище, на крышу на голову. А что это же по большому счету означает? Если посмотреть судебную практику и наблюдение различных комитетов, институтов, которые созданы на основании уставных, устава ООН, а также конвенции, приводит к тому же определение того, что же такое экономически-социально-культурное право. Так вот, каждое право несет самопределенный набор требований, которых можно добиваться судебным путем, соответственно, доступность, адекватность и так далее. И, соответственно, суды рассматривают нарушено ли это право на самом деле и сторона участников государства, делает ли то конкретное право доступным, предоставляет ли его в надлежащем приемлемом качестве, рассмотреть другие критерии на аспект нарушения большого количества подходов использовалось судебными институтами, а аспекты нормативного содержания. Тут в детали уговляться не нужно, но некоторые суда говорят, что пусть решают законодатели, а мы тут не будем говорить о нормативном содержании, то есть они не объясняют полную истину, то есть на каком основании они достигли того или другого решения, они говорят, что в соответствии с нашим пониманием и в соответствии с конституцией государственная исполнительная власть, например, была не... Ее шаги были не оправданы, они не говорят, что XYZ, однако не прописывают в некоторых случаях более детально, например, в ЮАР, в Индии, в Соединенных Штатах Америки, Верховный Суд Штата Кентукки прописал, что это означает, что это за право на вынесение судебного решения, комитетам разным необходим работая с конкретными жалобами, а также на основании общих утвержденных комментариев и других формов институтов формулируют концепцию того, что такое нормативное содержание. Когда мы смотрим на особенности юриспуденции, давайте посмотрим на это через линзу, через призму, которая разработана в вопросах экономических и культурных прав, уважения, защиты и удовлетворения это различные нормативные стандарты и принципы в рамках обязательства уважения, это означает воздерживаться от вмешательства в свободу реализации права, такие нарушения достаточно широко освещаются, и некоторые предсказывают, что в рамках дополнительного протокола к пакту о экономических и культурных и культурных правах такие вещи будут составлять большое количество. Это касается всех уровней международного, регионального и национального уровней. Например, Верховный суд Аргентины в случае дел Эквин в 2004 году они отменили закон аргентинский закон 1995 года, который значительно ограничивал соответствующие права заболевшего сотрудника. работника говорит, что это нарушает права работников, включая большое количество международных соглашений и конвенций, включая указанную конвенцию по экономическому, социально-культурному. Европейский суд решение о свободе перемещения отменит ограничение доступа к тем социальным услугам и благам для лиц, не являющихся гражданами, особенно в вопросах образования. Они отметили, что если вы придаете право свободе перемещения в рамках Европы, то вы не можете запретить членам другой страны Европейского Союза не получать доступ к образовательным услугам и прочим услугам в нашей стране. Особенно гражданские права используются в рамках различных форумов инструментов в Европе для того, чтобы обеспросматривать это в разрезе экономических и культурных прав. Конечно, хотелось бы не видеть, что прийти к миру, когда соответствующие права можно будет реализовывать, добиваться реализации автоматически а пока приходится инновационно подходить к используя различные инструменты. Говоря о гармонизации тех других критериев, которые суды и другие форумы применяют вопрос обеспечения нарушенного права, когда суд принимает решение какое-то право нарушенное или нет, они используют тот или другой критерий. возьмем пример права на жилище. Вот мы видим CSR, комитет по коммерциальным культурным правам, в общем, комментарий 7, дал исчерпывающий критерий по вынужденным выселениям, то есть людям должна быть процедурная справедливость, альтернативное жилье должно быть предоставлено, если у человека не имеется собственно возможности найти или обеспечить себе другое жилище. И критерии, разработанные в данном комитете, были приняты однозначно приняты Африканской комиссией судами в Аргентине и в других юрисдикциях, которые исследовали подобным подходом, например, Южный Африк и Европейский суд по правам человека, конечно же, многие аспекты существуют, вопросы гармонизации и так далее, аспект существует. Конечно, там десятки тысяч разных других стандартов существуют в мире. Очень приятно видеть то, что в вопросах юридических механизмов обеспечения и решения суда мы видим различные обеспечения различных критерий. Я бы сказал, что в области прав человека в этой области они призывают к ответу частных лиц. И вы знаете о том, что юридикция это очень ориентированно государственно. Если вы посмотрите на сегодняшний мир, то очень часто самые большие компании это многонационные корпорации, у них есть огромная власть, они могут влиять на выполнение основных прав, но у них нет той же самой системы ответственности которые есть государство международное право развивается очень быстро в этой области, но недостаточно быстро. То есть есть обязательства, которые пытаются найти различные способы, чтобы частные корпорации и предприятия могли быть призваны к ответственности. Это основной сдвиг, который происходит в настоящее время в законодательной области. Один из способом это сделать это использовать государственные обязательства защиты для того, чтобы еще раз посмотреть то, что мы сейчас только что обсудили. Государственное обязательство защищать означает то, что государство имеет обязательства защищать людей от какого-либо вмешательства в их права, вмешательство, которое могло быть вызвано третьей стороной, будь то человек или организация, институт или корпорация И были очень интересные случаи, которые связаны с этими обязательствами. Ну, например, Африканская комиссия обнаружила, что Нигерия не смогла в Дельте-Нила выполнить национальное законодательство по защите окружающей среды. Вы знаете, это очень важно для социальных прав. А Шелл – это огромная компания, и они использовали обязательства Нигерии для того, чтобы защитить и попытаться повлиять или изменить суть той работы, которую проводила Шелл в этом региоре. Были также комиссии, которые предотвращали вырубание лесов частными компаниям без соответствующего согласия или проведения консультации. Они использовали государственно обязательно для того, чтобы защитить. И они видели о том, что права коренных народов были нарушены. И в Индии мы рассматриваем случаи сексуального домогательства на рабочем месте, включая частных работодателей. И они соответствующе разрабатывали законодательства, которые заставляли частные компании придерживаться соответствующего законодательства после его одобрения. И были очень интересные случаи, которые рассматривались организации. Это когда комитет рассматривал вопросы домашнего насилия. Подумайте сами. Это вопрос, который происходит в частной жизни. Однако комитет обнаружил о том, что возможно провести защиту жертвы домашнего насилия. И государство должно было занять очень четкую позицию для того, чтобы защитить жертв домашнего насилия. А также защитить эту конкретную жертву и разработать закон для того, чтобы в общем и целом предотвратить дальнейшие случаи подобного домашнего насилия. Еще другие случаи, которые мы не будем детально рассматривать, но которые очень важны. И это, как вы знаете, приватизация может иметь влияние на права различного рода. И вы знаете о том, что много комитетов в ООН выразили беспокойство по поводу влияния приватизации процесса. У вас есть очень много компаний, которые направлены против приватизации. Но дело-то не в этом. А речь идет просто больше о философке каких-то вопросов. И суды продолжают демонстрировать нежелание вмешиваться в государственную политику, особенно в тех областях, которые касаются экономической деятельности. И продолжая тему выполнения обязательств, это опять-таки очень больший процесс здесь происходит. Одно дело сказать, уважайте права и не нарушайте, а другое, это государство предпринять широкий спектр действий. И национальные суды тоже начинают принимать на себя такую роль, говоря государству о том, что есть определенные политики. И если какой-то вакуум или какие-то незаполненные области выполнения прав человека, которые мы хотели бы, чтобы вы выполнили свои государства, имеется в виду обязательства государства, например, вы должны разрабатывать законодательство, например, по здоровью матерей. Это одна из областей, но есть еще и другие действия государства, например, в Ирландии. Там у них есть государственные юрисдикции, где особое внимание это уделяется на выполнение обязательств. Есть два аспекта обязательств, которые суды и юридические органы на национальном и интернациональном уровне должны рассматривать. Это мы уже кое-что обсудили. Государство должно предпринимать последовательные шаги для того, чтобы работать в этом направлении. И с определенным набором прав эти требования должны отвечать, например, Колумбийский суд именно это сделал. Они использовали это для того, чтобы показать государству, что мы понимаем эти ограничения. Но есть определенный минимум прав, которые вы должны соблюдать. И они выпускают соответствующие приказы, которые показывают о том, какие шаги должны быть предприняты государством в Финляндии. Еще одна такая страна, которая использует подобный подход. Южная Африка тоже смотрит на то, каким образом предпринимаются последовательные шаги. Но она не будет вынуждать к приему определенных законов, обеспечить минимум прав. Конституционный суд в Венгрии делает противоположное. А нет, добиваются того, что определенный минимум был достигнут в законотворчестве. И все, они в детали не вникают, были такие шаги предприняты или нет, для того, чтобы государство выполнило свои обязательства. И межамериканский суд также занимается минимальным набором прав, но в основном социально-политических прав. В Швейцарии интересный подход в этом области. Швейцарский федеральный курд применяет конституционные права. То есть, говорит, вот, это минимально необходимое. Но они четко говорят о том, что, слушайте, у нас не хватает компетенции сказать, каким образом государство распоряжается своим бюджетом. И они могут только сказать государству, что происходит нарушение конституции, если государство выполняет минимум стандартных мер по защите прав человека. И чтобы эти обязательства были выполнены, то там очень широкий спектр того, что государство должно или не должно делать. Но это может быть аргументом, в ходе того, чтобы говорить, что является ли государственное законодательство хорошее или нет, отвечает ли оно международным стандартам, которые у нас есть. Или, может быть, суд не может заставить правительство вести себя в демократические страны так, как надо. Суд может, да, действительно, очень сильно настаивать на выполнении тех или иных решений. Но как далеко может зайти суд в защите прав в том смысле, который необходим для демократического общества? Это, ну, я не согласен с этой ситуацией, но я просто вам говорю свою точку зрения еще одна. Это равные права. Мы говорим о социальных и политических правах. А равенство и недискриминация в областях, которые касаются жилья и образования, они используются очень часто для того, чтобы не исполнялись те или иные законы в этой области, на национально-международном уровне. В различных комитетах, в Европейском суде по судам человека, в таких странах, как Болгария, Франция, Канада, Пакистан. Юристы смотрят на международные стандарты для того, чтобы не было дискриминации на основе языка, религии, пола и других вещах. А также на основе национальности, сексуальной ориентации и возраста. Это очень важная область. И еще одна область развития, которую должны понять, где такое большое количество судов, посвящается тому, чтобы есть набор определенных стандартных принципов, которые постоянно обновляются, приходят и помогают юридическим и неюридическим организациям анализировать, было ли нарушение, произошло вооружение, можно ли привлечь государство к ответу. И, как вы видите, здесь есть основные конституционные принципы, которые должны отвечать определенным ожиданиям, касающимся, например, выплатам с фонда соцстрахования. Но, можно сказать так же так, минуточку, этот человек, это, например, вы не можете внезапно взять у них источник дохода без какой-либо другой системы жизнеобеспечения. Есть так же и разумный подход должен быть, который очень важные стандарты, и мы поговорим в этом более подробно. Это пропорциональность, так называют. То есть, например, в случае Бразилии, там был так называемый affirmative actions для студентов, которые принадлежат к угнетаемым меньшинствам. И для того, чтобы обеспечить равенство, то они хотели иметь пропорциональное представительство в университетах. Что может быть пропорционально, что нет. Например, вы же не можете запретить студентам, чтобы из других национальностей приходить в колледжи. Пропорциональность – это тогда, когда интересы вашей конкретной группы, которую вы хотите защитить, сбалансированы они пропорционально по отношению к правам, к тех, которые вы должны выполнять. Человеческое достоинство – это основа социально-экономических и культурных прав, и они обсуждаются везде. Человеческое достоинство должно уважаться, поэтому определенные меры должны быть приняты. Существует определенный минимальный уровень существования критерий, и это все влияется. Мы говорим об этом, и существует минимальный набор прав. Прав в Германии, например, это очень-очень основные, простые принципы, которым они соблюдают. И вы слышали, наверное, о том, каким образом государство с трудом выполняет все эти обязательства по правам человека. И говорят, да, у государства есть обязательства, но есть и то, что позволяет государству выбирать определенными, между определенными выборами, которые государство вынуждено делать. И мы будем говорить чуть подробно по вопросам разумности и рациональности. Есть определенный тест, который говорит о том, что было ли решение правильное, законное, и, соответственно, подсказывает, какое должно быть решение. Есть ли определенный баланс, каким образом можно посмотреть, защищается право или нет, действует ли государство разумным способом. И это использовалось много раз в многих юрисдикциях. Ну, например, в Аргертини дискриминационное регулирование требует иммигрантов прожить 20 лет, прежде чем они смогут получить пенсию по инвалидности. И при гармонизации рациональности местного законодательства есть соответствующие протоколы по выполнению общих прав человека. Разумность была включена как стандарт для того, чтобы можно было рассматривать разумность шагов, которые предпринимаются государством для соблюдения основных прав. Есть определенный стандарт оценки и признания, который используется судом правом человека, он будет очень интересным для вас. Он позволяет, как мы говорили, определенные подходы для достижения определенных целей. И она может быть использована не просто для того, чтобы защитить определенные решения, которые должны быть выполняться, но также выполнять положительные решения. Например, на Мальте правительство практикует этот закон, который был оспорен в суде про человека. И они использовали этот принцип, говоря о том, что правительство имеет право работать в этой области, потому что они собираются справедливо распределять земельные ресурсы и жилищные ресурсы в стране, где очень небольшой ресурс этих ресурсов. То есть там есть определенная цель, и они должны прибегать к определенным шагам. Это интересно, но этот стандарт был разработан и одобрен для применения во внутреннем законодательстве. Это также рассматривается слегка консервативный принцип, даже несмотря на то, что он используется для защиты социальных прав. Он все равно считается консервативным, потому что он очень разборчиво применяется государством. И во время переговоров, тогда, когда разрабатывались старты для добровольных протоколов по соблюдению основных прав, они обсуждали, должны ли они включать этот стандарт или нет, и в конце концов они отвергли все-таки этот принцип. И также есть конфликт между разъясненными правами. Мы поговорим об этом. Может быть, конфликт между гражданскими и политическими правами по сравнению с основными правами человеками. Это говорит о том, что этот конфликт возникает. Ну, например, во Франции и в Бангладеш это между свободой выражения и правом на здоровье. Ну, например, они ограничили рекламу табака, потому что, делая это, да, они ограничивают свободу выражения, но они это сделали, потому что они хотели защитить право на людей на здоровье. В Канаде, с другой стороны, не сказали, нет. Мы не будем нарушать свободу самовыражения, но ситуация все-таки поменялась потом, и они разрешили накладывать определенные ограничения на рекламу табака. Может быть, конфликты между различными экономически-социально-культурными правами, и это очень-очень сложная ситуация увидеть различные комитеты решения. Один из случаев, который поднял на поверхности это, это было дело в Индии, где им нужно было построить дамбу, и она бы дала деревням, большое количество людей, доступ к воде и к санитарным нормам нормальным. Но это также означало, что люди, которые расположены на границе с водой, где была построена эта дамба, они должны были переселены. А это значит, что люди решают право на жилье. То есть, вот вам право на жилье против права на доступ к воде. То есть, кому вы отдаете предпочтение в этом случае? В этом случае Верховный суд сказал, мы отстраняемся от этого дела, государство пусть само решает. Суд не стал в это вмешиваться. И юриспруденция развивается и ищет поля для понимания, каким образом решать подобного рода конфликты. Один из очень интересных областей, где очень много чего происходит и много чего достигнуто уже, это в области правоприменения. Ну вот, например, были какие-то решения суда. Каким образом они применялись? Были ли они внедрены в применопрактики решения Верховного судна национальном уровне? Применялись ли они? Сурд сказал АБВ. То есть, были ли они реально доведены до земли, что называется, до уровня исполнения? Есть специальные средства, которые могут быть использованы судом. Есть способы, каким образом к решению суда довести до решения для того, чтобы более четко высполнить это. Есть обязательные для исполнения приказы суда. То, например, какие-то суды, как любого уровня, они выпускают приказы, требующие от государства выполнить очень четкие шаги, предпринять. И они иногда, создается надзорная практика суда, когда суд оставляет свое право отслеживать проведение этих шагов, чтобы государство отчиталось перед судом. Это надзорные функции суда. Они даже иногда дают расписание по времени. То есть, вы должны с этим конкретным решением суда через определенный, четкий, оговоренный промежуток времени выполнить его. В случае Аргентины, аргентинские заболевания, потому что 3,5 миллиона человек затронуты было. Суд дал очень конкретное предписание для того, чтобы исполнительные власти в рамках соответствующих бюджетов в свое время предоставили вакцины. Также адвокаты, конечно, сторонники всячески находят механизмы для того, чтобы соответствующие предписания были исполнены. Например, исполнительным ведомством было предписано выполнить, например, пункт А в вопросах жилищных. Если нет, тогда они окажутся в тюрьме. В Южной Африке соответствующие процедуры энное количество раз инициировалось в отношении ряда министров и представителей крупных ведомств. По разным причинам иногда возможности, те или другие имеются ли политические условия, когда те или другие стороны не желают или не способны реализовать те или другие предписания. Опять-таки понятно то, что это, скажем, очень болезненный, боевой, борцовский подход в отношении их с исполнительной ветвью в власти. Обычно это не самый лучший подход в интересах защиты права. Лучшие подходы – это когда все заинтересованные стороны, представители исполнительной власти, гражданское общество, судебная ветвь, работают все вместе, ее сообщество, сотрудничество. Соответственно, суды это осознают, и поэтому мы сейчас видим и другой тренд в международных, региональных, национальных срезах. Это диалоги и поэтапные решения, например, отложенные решения о несоответствии суды или те или другие комитеты. Они поддерживают взаимоотношения, принимают участие и дают определенное время в этом процессе для того, чтобы отвечать, куда это возможно решить или другие шаги перед тем, как они начнут давить в случае конкретного случая в Канаде. А вот теперь вот в Непале был принят закон, который был очень по вопросам недвижимости против правчивой женщины. Вместо того, чтобы идти резко против суд, принял решение, мы считаем, что этот суд нарушает права, пожалуйста, вернитесь, пообсуждайте, особенно с приглашением экспертов из организации, отстающей права женщин. Да, и потом вернемся, через год рассмотрим. И вот подобное родное взаимодействие обычно приводит к менее болезненным отношениям между судебной системой и исполнительной властью, что в долгосрочной перспективе обычно обеспечивает лучшее исполнение комитетно-социально-культурных прав. Также вопрос, аспект диалога имеется. Все больше и больше откладывание судебного рассмотрения и используется как тактика судебной властью для того, чтобы разным сторонам дать возможность обсудить и приглашают соответствующие стороны прийти к решению до необходимости окончательного судебного вердикта. Одним из аспектов временное решение, затем исполнительная власть имеет определенное время и возможности для того, чтобы удовлетворить запросы, а окончательные могут быть намного менее жесткими и позволяют также рассмотреть, заслушать всю критику. Например, одно дело, когда суд ничего не обеспечивает, предписание в долгосрочных нормальных интересах вводит, тогда в краткосрочную жертву ничего не получает. В то время, как здесь они получают некое временное удовлетворение нарушенных прав, возмещение нарушенных прав с возможностью получения долгосрочной ответственности. У нас сейчас какой-то тренд. Большое количество достижений и также процесс. Я вижу, дамы и господа, вы выглядите немножко усталыми. Обещаю, не так много мне осталось. Мы будем говорить о достижении определенного результата. Был вынесен оценка господина Ричарда Эмпорта, что несмотря на достижение вопроса права человека за последние четверть века, условия, в которых живут люди, практически не изменились за последние 25 лет четверть века. Читаете новости, отчеты разные, слышу и так далее. И видите, несмотря на то, что значительный прогресс отмечается в вопросах усилий, которые ориентируются на обеспечение прав человека, на самом деле конкретные результаты, которые нами достигли, они еще очень далеко от идеальной ситуации. Одним из серьезных препятствий для вынесения судебных решений по вопросам экономических социально-культурным правам заключается в том, что практически никогда подобное судебное решение не может трансформировать ситуацию. Ни суды, ни государственные организации не могут этого сделать. Потому что социальные изменения ведь происходят посредством разных путей, разнопословных. Соответственно, обращая внимание лишь на то, что вот, судебные решения не исполняются, это серьезный вопрос. Но опять-таки это вопрос, который необходимо обратить. Да, во многих юрисдикциях обеспечение судебных решений – это серьезная проблема. Другой момент, который критикуют, когда пытаетесь развивать социальное движение в связи с огромными масштабами нарушения экономических социально-культурных прав, порой большое количество усилий прикладывается для достижения того или другого судебного решения. И дальше необходимо учитывать то, что суды во многом больше защищают интересы среднего класса, нежели бедных слоев. И в ответ на все эти критики можно отметить то, что больше и больше примеров того, когда многие, конечно же, не все, я говорю, и имеют прямое и косвенное влияние по созданию юридического прецедента, влияние на изменения факторов в других политиках, в конкретных изменениях на местах, будь то сотни тысяч матерей получают доступ к необходимым лекарствам или изменения системы здравоохранения или уничтожения окружающей среды в сферах, где живут коренные группы, так или иначе. Конечно же, эти аспекты стимулируют активистов больше усилий, прилагающих к этим аспектам. Исследование, проведенное в ряде стран, показывает то, что легализация соответствующих прав, возможно, предотвратила неизбежные тысячи смертей и обогатила жизни миллионов другим. Конечно же, вопросы обеспечения, соблюдения соответствующих прав, они ограничены, однако многое, тем не менее, происходит. Очень часто не само конкретное решение по конкретному делу приводит к изменению. Например, когда африканская комиссия постановила в случае дела Нигерии против Шелл, так или иначе, даже само решение дало юридическое пространство для того, чтобы люди, которые пострадали от деятельности соответствующих компаний, могли работать и добиваться соответствующих решений. Ибо рассмотрение того или другого конкретного дела запускает процесс пересмотра различных политик в тех или других средах. Ну и в завершение нам необходимо посмотреть на концепцию возможности перевода или трансфера тех или других аспектов с международного на регион, региональной сферы, говоря о различных стандартах, будь то глобальных, на национальные уровни, естественно, и страны могут друг у друга учиться. То есть есть возможность организовать горизонтальную передачу, вертикальную, с транснационального на национальный уровень, а так и горизонтальное взаимодействие, когда судебная система судей в тех или других странах начинает обращать внимание на опыт других юрисдикций. Тем не менее, необходимо обратить внимание, да, помнить о том, что иногда эти вещи ограничены. Есть те или другие факторы, которые ограничивают перенос тех или других судебных практик из одной юридической системы в другую, из одной страны в другую. Еще один момент, на котором необходимо помнить, это важность, так и иначе, динамик разных направлений, как глобальных, так и локальных аспектов, оптимизации, реализации экономических и социальных и культурных прав. Пример, может быть, не столь важный, крупный. Пример из Соединенных Штатов Америки, а в Чикаго, была информация о насилии жертвы, гетерожертвы. Никакой поддержки не получали, Однако, члены семьи соответствующих пострадавших выступали перед комиссией по пыткам. И комитет по пыткам дал свои наблюдения. Да, в Соединенных Штатах Америки пытки, это против международных стандартов, это попало в международные средства массовой информации. Госдепартамент, так на это как-то косо посмотрел, это же тоже заголовки. Соединенные Штаты Америки нарушают международные стандарты. Соответственно, обратили внимание на то, что федеральные власти обратили внимание на то, что происходило в Чикаго, и повлияли на то, что там присутствовали определенные измерения. То есть, вот как-то, можно сказать, локальные аспекты можно выносить на глобальные уровни. То есть, много ведь разных стандартов и путей, как достигать всех отбрик результатов. Когда вопросы локальной и глобальной динамики, взаимосвязь локальной и глобальной динамики достигается, обычно реализация соответствующих решений оказывается успешной. Ну и также в вопросах нарушений, в вопросах реализации экономико-социально-культурных прав в случае... Всегда, конечно же, широкие социальные массовые движения по заоставиванию их соответствующих прав поддерживают тренды в реализации соответствующих прав. В Южной Африке было определенное движение, 7 лет потребовалось для того, чтобы достичь определенного результата, когда не столь активно было, но в другом же случае, в то время, как соответствующее движение поддерживало внимание на этот аспект, результат оказался значительно более ощутимым. Другими словами, социальные движения оказались очень важными. Еще одним важным фактором является оптимальная институциональная конфигурация. В конкретных странах или культурах, если, например, посмотреть на международный уровень, имеют ли люди доступ к правосудию, так и, соответственно, имеется комитет как человек в какой-то деревне, в какой-то конкретной стране, может достичь, довести свое дело, свои проблемы до какого-то международного форума, не говоря, или даже до соответствующих судебных властей в столице их страны. В некоторых странах очень сложные правила, так и, например, человек, чьи права нарушены. Я, возможно, не понимаю даже, как мне в этой системе добиться правосудия. То есть, это вопрос. Как, например, примем его пример в Южной Африке, 7 лет без возможности реализации. Почему? Потому что, соответствующие пострадавшие не понимали, кто же в исполнительной власти ответственен за обеспечение этого. Там много различных аспектов. И говоря о международных рекомендациях, иногда у государства технических возможностей не для того, чтобы эти обязательства реализовать. Есть, соответственно, а также имеет момент ситуации с судебной системой, где, на их взгляд, они находятся. Они более консервативные, они хотят быть более прогрессивными. Образование этих вопросов очень важно. Соответственно, когда мы говорим о этих аспектах, о реализации этих прав, конечно же, по-простому все судить невозможно. Говоря же о наших сравнительных исследованиях, о судебных решениях, мы видим, что ситуация, она находится в движении, где-то она на начальных стадиях, где-то достигает зрелости. В разных странах, Китай, Индии, Египет, Соединенные Штаты Америки, в Колумбии, в разных странах мы видим разные процедуры, процессы, разные этапы. Соответственно, нам очень интересно наблюдать, как все эти моменты в нашем человечестве изменяются. Надеюсь, что и вам в какой-то момент доведется работать в этом аспекте, и вы внесете свой вклад. На этом я, пожалуй, прервусь и благодарю вас.